здравствуйте давайте сегодня вскользь попробуем разобраться из чего у нас состоит инженерное меню привожу это на примере телефона lenovo a850 давайте войдем в инженерное меню так ну для начала что мы здесь видим первый пункт это у нас автоответчик то есть это не автоответчик автоответ телефона либо он у нас включен вот если мы его включим при вызове будет сразу срабатывать автоответ телефона либо выключен сейчас у нас выключено если мы нажмем включить тогда будет включен второй пункт режим полосы здесь у нас есть 7172 здесь выбирается режим частоты на которой работает симка вернее оператор ваш работает на какой частоте допустим выбираем сим вот включены частоты на которых работает симка 2 вот частоты на которых работает сим 1 и все эти частоты сканируются телефоном если вы знаете что ваш оператор на каких-то частотах не работает в данном регионе вы можете это отключить и соответственно телефону необходимо будет просканировать меньше частот и он будет затрачивать меньше энергии на сканирование частот но это здесь отключать необходимо конечно только тогда когда вы знаете что на данных частотах на определенных каких-то ваш оператор не работает дальше вот этот пункт это безусловно переадресация звонков то есть услуга которая позволяет пользователю то есть нам поручить сети то есть нашему оператору все входящие звонки и посылать их по указанному нами номеру несмотря на отказ соединения то есть это обычная нашими словами это обычная переадресация вот здесь мы видим три пункта первый пункт вот этот это по умолчанию то есть в зависимости от того есть услуга переадресация у вашего оператора но сейчас в принципе у всех есть это всегда запрашивать эту услугу это никогда не запрашивать то есть если вы нажмете здесь то переадресации ваших звонков никогда не будет и вы не никогда не узнаете кто звонил когда вас не было в сети понимаете что такое переадресация звонков смс и тому подобное вот этот пункт тест модема ну ну здесь я так думаю в принципе это особо то и не надо это будет перезагрузки выполнена потому что это все тестируется сервисных центрах то есть для вас эти тесты они абсолютно ничего не скажет не покажет да да ничего и тут такого целостность тесты включения тоже перекрыли перезагрузки то есть это все чисто для специалистов это все тесты модема для специалистов это все тесты модема для специалистов сервисных центров так вот этот пункт давайте посмотрим с вами ну здесь мы выбираем в какой сети в какой сети будет работать наш телефон но только gsm vcdma только либо автоматически как стоит либо gsm то есть это второе поколение так называемое 2g это уже 3g широкополосный доступ то есть в автоматическом режиме включена это вам надо если только вы допустим хотите попытаться чтоб у вас телефон не переключался на 2g так давайте посмотрим вот этот пункт это информация о сети ну здесь тоже я так думаю вам этот пункт не критичен вся информация в сетях сейчас передается автоматически так gps что мы здесь видим gps вы это знаете это услуга пакетная передача данных прикрепленный отдельный ну а здесь включена всегда присоединять это при необходимости это какие процессоры программируемые передачи данных то есть первый пакет то есть вам тоже это я так понимаю в принципе оно не критично здесь лучше ничего не трогать здесь это настройка пакетов передачи данных ну это как вы знаете наверное это высокоскоростная пакетная передача данных давайте посмотрим что здесь то здесь мы можем видеть что она включена то есть она есть телефон поддерживает высокоскоростную передачу данных можно только увидеть так что вот это у нас это это преференция высокоскоростной передачи данных если у вас допустим работает 2g и 3g и вы хотите чтобы у вас телефон работал только в системе 3g то есть в высокоскоростной системе вы можете здесь поставить птичку но вы должны помнить что в зависимости конечно от вашего телефона если у вас здесь будет птичка стоять то есть преференция для работы в высокоскоростной системе то если у вас на вторую симку будет происходить звонок через 2g то есть в обычной gsm к примеру вы находитесь где-то в отдаленном населенном пункте и там нету 3g какого-то оператора у одного оператора есть 3g вот вы сейчас разговариваете с кем-то через 3g а кто-то вам звонит через 2g по другой симке то этот звонок до вас не дойдет то есть это можно включать когда вы уверены что вы находитесь к примеру в каком-то крупном населенном пункте где все операторы работают в 3g тогда это да а так я бы не рекомендовал конечно вам ставить галочку на этом пункте так вот этот пункт быстрое торможение это производителями телефонов для того чтобы сэкономить батарею была такая система разработана она для быстрого торможения запросов между сетью и телефоном то есть без этой системы ваш телефон даже в режиме ожидания будет постоянно подвергаться запросу сети к примеру если у вас подключен постоянно интернет у вас стоит приложение facebook у него запрос идет порядка через каждые 20 секунд для обновления то есть кто-то пишет новые какие-то свои мысли высказывания и для того чтобы у вас постоянно это отражалось он постоянно делает запрос через 20 секунд а эта система порядка через 3 секунды уводит телефон в такое заторможенное состояние но через 20 секунд все равно его будут выводить то есть через 17 секунд получается но телефон опять будет через каждые 2-3 секунды выводиться в заторможенное состояние и если бы эта система не стояла этот запрос постоянно происходился вот эти 17 секунд это представьте по процентному соотношению то есть он включился в этот режим режим отзыва между собой они постоянно между собой и телефон и сеть общались то есть получается уводя так называемый ну скажем так спящий режим он эта система экономит напряжение батареи может как-то недоступно это объяснил но как-то так так дальше что рад моды рад моды это у нас переключение режима радиомодуля здесь у меня видите в принципе вообще не выбрано так как в тех настройках раньше но осталось не было это если нет 3G то можно здесь переключиться чисто на GSM то есть тогда конечно этот пункт нужен это если вы не знаю очень далеко от больших населенных пунктов и у вас нету 3G тогда конечно вам стоит здесь сделать переключение только на GSM если нет то и не надо заморачивать голову себе этим так вот этот пункт это тест силы режима GSM то есть 2G и 3G то есть ну это тоже это для вас это ничего не даст если вы проведете тест этот то есть это чисто тестовая это даже больше для специалистов оператора так вот этот пункт ну здесь это если вы допустим хотите узнать вы у кого-то покупаете телефон он вам рассказывает что телефон у вас будет работать без проблем вы ставите симку и смотрите он вам продает с его симкой ну я не знаю может такой случай случится все может быть и вот здесь вот это замок сети вообще он присутствует или нет то есть персонализация сети участок сетевой персонализации поставщика услуг и персонализация сим-карта например если будет заблокирована сим-карта вот тогда здесь у вас будет блокировка разблокировать если разблокировать это вам надо будет ввести код оператора либо продавца магазина там то есть можно в интернете найти по многим операторам разблокировочные коды у некоторых буквально самые простые есть это 1 2 3 4 5 6 7 8 либо же в обратном отсчете 8 7 6 5 4 3 2 1 если у вас двухсимочный то на второй симке обычно код на одну цифру больше ну а так вообще код идет от 8 до 15 цифр но в принципе коды эти можно найти здесь вы конечно можете сами заложить вашу симку закрыть ее то есть пока у вас симки не блокированы и не от оператора поставщика услуг который вам продал симку с тем чтобы вы работали только с его оператором вам этот пункт тоже не нужен ну и в этой значит назовем ее так графе самый последний пункт это видео телефон видеотелефон рабочий режим конфигурация 3g автоответ автоответ отладка сообщений файл журнал фильтровать и только 263 видео так давайте посмотрим рабочий режим так нормальный режим медиа но это настройка видео телефона здесь здесь конфигурации аудиоконфигурация то есть конфигурация адаптера в какую вы выставляете видео адаптер видео конфигурации но я так думаю что менять что-то то что выставлено предпочтительный видеокодер mpg 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 этих я бы не рекомендовал то есть ну а в следующем видео посмотрим что еще есть в инженерном меню настройки какие я думаю узнаем как можно подрегулировать аудио настройки микрофона настройки 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 но для того чтобы лазить там что-то и подстраивать можно пробовать конечно но только по одному пункту только в том случае если у вас да конкретно там что-то пропало или что-то не получается а так не стоит а так наверное не стоит что-то настройки 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 настройки